Источник до сих пор ищут. В Ярославле на Волге начали устранять масляное пятно, появившееся на реке минувшим днём. Работы финансирует одно из предприятий. Романтик в погонах. Майор из Ярославля в честь Дня пресс-служб и подразделения общественных связей органов внутренних дел написал стихотворение. Коллеги помогли его визуализировать. В ход пошли и сочный подарок, и плетёная корзинка. Маскот ярославского локомотива навестил медведицу Машу в музее-заповеднике. Расскажем, почему же она не ответила взаимностью сородичу. Пришло время информационной службы городского телеканала. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном в Ярославле к этой минуте. Итак, на Волге специалисты приступили к ликвидации масляного пятна. Работы ведёт организация на средства ярославского предприятия, рассказали в мэрии. Я вам напомню, масляную плёнку обнаружили вчера недалеко от Октябрьского моста, размер 100 квадратных метров. На место выезжали сотрудники Ярославской природоохранной прокуратуры, мэрии и экстренных служб. Специалисты выяснили, нефтепродукты вытекают из ливневого коллектора. Чтобы они не распространялись, в акватории Волги установлены боновые заграждения. Источник загрязнения пока неизвестен. Между тем, проверку инициировало региональное управление Следкома России. В четверг коллектор планирует обследовать водолазы. Также источник загрязнения с помощью фотофиксации будет искать робот, которого запустят через колодец. На готове насос высокого давления его применяют для прочистки ливневой канализации. Данный вопрос рассматривается в настоящее время на комиссии территориальной администрации, на комиссии по чрезвычайным ситуациям. И все решения принимаем пока на их уровне. Поскольку масштаб загрязнения невелик, но без контроля его оставлять нельзя. Семья из Углического района, которая потеряла при пожаре троих детей, осталась без крыши над головой. Готовится переехать в новый дом. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов. ЧП случилось 23 мая в деревне Тараканово. 700 тысяч рублей на покупку жилья выделили из резервного фонда области. В подходящий дом в селе Дивная гора семья выбрала сама. Глава региона подчеркнул. В населенном пункте есть школа, детский сад, фаб, клуб. То есть все, что нужно многодетной семье. У Громовых остались пятеро детей. В доме три комнаты. Центральное водоснабжение. Рядом участок 17 соток. Волонтеры помогают погорельцам сделать косметический ремонт. Благотворители купили мебель. Сочувствующие собрали деньги. Расселить 9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Таковы планы областного правительства в этом году. В новые квартиры переедут 552 человека. В регионе приняли адресную программу до 2025 года. На нее выделено 4 миллиарда рублей 96% средства федеральной казны. В первую очередь деньги предоставляются наиболее подготовленным муниципальным образованием, на территории которых заканчивается строительство. В лидерах Ярославские и Мышкинские районы, завершающие программу в этом году. Особое внимание к качеству предоставляемых квартир. В них должен быть выполнен ремонт, установлены межкомнатные двери, подключена вся сантехника. До 2025 года планируется переселить более 6 тысяч человек из 373 домов. В прошлом году расселение аварийного жилищного фонда шло опережающими темпами. Установленный для области правительством России целевой показатель был перевыполнен более чем в два раза. Нам просто необходимо не только сохранить, но и нарастить взятый в прошлом году темп. Ямы глубиной в 14 сантиметров, отсутствие разметки, дорожные знаки, закрытые деревьями. Сотрудники госавтоинспекции проверили состояние магистрали вблизи школ Ярославля. Инспекторы побывали на Курчатово, где находятся два учебных учреждения. Дорога представляет собой удручающее зрелище, нужно сказать. Ямы на проезжей части порой достигают 15 сантиметров в длину и 60 в ширину. Отсутствует зебра на переходе, разросшиеся листва закрывают знаки. Дорога опасна не только для пешеходов, но и владельцев авто. Тем более здесь проходит маршрут тех, кто учится водить. Я сюда вообще ездить стараюсь как-то пореже. Ну невозможно, ямы просто адские. Это Логан еще проезжает, а возьмем какую-нибудь иномарку более-менее нормального сегмента. Она тут просто убьет всю подвеску. Ученик может выкинуть его как на встречку, так и на тротуар, на пешеходов. Только по этой причине. Опасная дорога, да. По окончании проверки всех образовательных учреждений на территории города Ярославля вобщенная информация будет направлена в органы прокуратуры. Все повреждения замерили специальными приборами и заактивировали. По результатам проверки выписано предписание устранить нарушения. По информации мэрии, дорогу приведут в порядок к началу учебного года. Данная дорога у нас включена в план ямочного ремонта. Мы будем ее готовить. И в рамках этого же ямочного ремонта будут подготовлены многие образовательные учреждения к началу 1 сентября. ЕГЭ в Ярославской области пройдет по новым правилам. Расписание будет единым по всей стране. 29 июня состоится пробный экзамен без участия школьников. Основной период стартой 3 июля, дополнительный 3 августа. Всего откроют 42 пункта на базе школ. Выпускники прошлых лет сдадут экзамены в основной период вместе с выпускниками текущего года. Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию помещений, бесконтактно проверять температуру, установить дозаторы с антисептиками и соблюдать дистанцию рассадки не менее полутора метров. Нужны ли маски и перчатки участникам ЕГЭ? Вопрос решится в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе на момент начала экзаменационной кампании. И вот, собственно, про обстановку. Количество ярославцев, которые вылечились от COVID-19, выросло значительно. Свежую статистику опубликовал оперативный штаб регионального правительства. Итак, 142 человека выписаны, 63 заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала периода их 3844. В лидерах Ярославля, Рыбинск, Гаврилов-Ямский район умерли от COVID-19. 15 с начала пандемии. Меньше месяца осталось до ввода в Ярославской области обязательной маркировки лекарств. С 1 июля производитель должен наносить на упаковку специальный штрих-код. Он позволит отследить движение препарата с момента выпуска до продажи. Это обезопасит потребителей от поддельных и некачественных лекарств. Считать информацию с упаковки можно с помощью специальных сканеров. Их закупили для больниц и медорганизаций региона, а также государственные аптечные сети. Препараты, которые произведены до 1 июля и остались без новой маркировки, можно продавать до истечения срока годности. Это, конечно, важно, потому что на территории Российской Федерации регистрируются случаи фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов. Конечно, их становится все меньше и меньше, а данная система позволит полностью исключить факты фальсификации лекарственных препаратов. В Ярославской области ежегодно выявляется несколько десятков поддельных лекарственных средств и несколько сотен некачественных. Вместе с новой системой штрих-кодов, разработанной специальным мобильным приложением, можно следить качество в конкретной аптеке. Последним разрешили продавать препараты дистанционно. Часть лекарств аптеки смогут доставлять пациентам на дом. Нормативные документы вступили в силу. Мы начали уже, Росздравнадзор, выдавать разрешение аптечным организациям на право дистанционной торговли. А наши граждане, тем более те, которые сейчас на самоизоляции находятся, которые не имеют возможности выходить за пределы помещений, они могут воспользоваться этой услугой. Советскую площадь украсят к празднику День России. Визитная карточка Ярославля встретят с двумя флаговыми композициями. Это 15 полотнищ в цветах российского триколора, высотой от 2 до 7 метров. Сегодня на площади работали монтажники, которые подготовили все необходимое для установки. В целом по городу также будет размещаться информация с поздравлением ярославцев с Днем России на рекламных и информационных конструкциях. Ну а еще ярославцы стали участниками акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Она приурочена как раз ко Дню России. Пироги и пиццы сегодня получили воспитанники детского дома музыкально-художественного воспитания имени Нины Винокуровой. Ароматные подарки попробовали сотрудники пяти ярославских больниц и трех детских домов. Кроме пирогов получили ленточки в цвет российского флага. Выпечкой обеспечили ярославские столовые, кафе, рестораны. Они участвовали в акции бесплатно. Воспитанников детских домов тоже выбрали не случайно. Сегодня в условиях коронавирусной инфекции практически в таком полном изоляционном режиме находились эти месяцы. И, конечно, хотят общения, хотят какого-то внимания. Поэтому именно их мы выбрали в качестве получателей сегодня этих сладких подарков. И среди людей в погонах есть романтики. Майор из Ярославля Дмитрий Иванов, больше, правда, известный журналистскому цеху, написал стихотворение к своему профессиональному празднику. 10 июня день пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел. Поэтические строки Иванова, объединенные названием «Объектив», свой нацелем «Зорко», получили продолжение в видеоформате. Пресс-секретарь Северного линейного управления МВД России на транспорте, отмечу, пишет более 10 лет. Поэзию посвящает службе Санкт-Петербургу. Историческим фактом сейчас заканчивает поэму «Отрое». Надеется, что в перспективе сможет публиковаться. Касательно последней работы Дмитрия Иванова, то в видеозаписи и стихотворении приняло участие несколько пресс-секретарей и управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Чтобы труд полицейских был виден, людям нашей огромной страны мы готовы всегда информировать о мгновениях их ратной судьбы. С любовью отца родича, маскот Ярославского локомотива, навестил сегодня медведицу Машу. К даме сердца, как и положено, не с пустом. Несколько килограммов винограда от себя и хоккейного клуба. Мохнатая мадмуазель презент приняла. Причем с удовольствием пережевывала и сочные ягоды, и плетеную корзинку. Талисману железнодорожников, конечно, тоже была рада, но не так, как после обеденной ванни при Ярославских плюс 26. Выбор очевиден. До любви с полмесяца ожиданий. Я и мой коллега, оператор Максим Сушанов, с опаской и расстоянием в 3 метра от уровня Маши наблюдали за символом столицы Золотого кольца, весьма тоскующим по посетителям. В просторном вольере легкое волнение. Маша посетителей не принимала с прошлого года, а тут на тебе сородич, тем более на двух лапах. Двери в медвежье логовище сегодня избраны, распахнутые для него и нескольких журналистов. Это оник Маши с камерами и микрофонами. Маскот со спелым зеленым виноградом. Главное – сладким. Знал, как угодить 32-летний мадмуазель. По человеческим меркам, между прочим, 96-летний. Сегодня они общались на языке жестов. Умудренная медведица, тем не менее, все поняла и от сласти не отказалась. Откушала изящно, от ягоды к ягоде. Вот когда еще пойдет арбузы Дини, вообще это обожает, прямо так съедает и остается тоненькой-тоненькой корочки и все. А потом что-то невкусное. Поэтому самое главное, внутри сладкий же, объедает, все корочки оставляет. И все же чувством на чувства хоккейному талисману не ответила ни время. Нужное внутреннее состояние Маша обретет через пару недель. Тогда же арбузы, дыни, яблоки и груши станут единственным удовольствием. Месяц на фруктовой диете. От каши с мясом или рыбой – принципиальный отказ. Хотя дождаться истинного кавалера все равно не суждено. Продолжение рода для медведицы уже опасно. Возраст. Водные процедуры ежедневно. Ванна или душ при ярославских нынешних плюс 26 вверх блаженства. 15 минут – временной минимум медвежьего церемониала. Максимум – часы. Вахид Рузибадалов с ней уже почти 10 лет. Насмотрелся всего. А вот пустой бокс для пожертвований Маши его действительно удивляет. Но он понимает – ковид в городе. На пустых пространствах невесело и косолапой. Наоборот, скучает. Обычно в это время, когда я приезжаю, Ну, она ко мне приходит. А без меня, без меня, она в этом углу сидит и в эту дверь смотрит. Ждет кого-то, посетителей. Кто придет ко мне, кто-нибудь что-нибудь вкусненькое приносит. Медвежью печальку запивает медовухой. Только без дрожжей. Рецепт прост. Вода, мед уж больно любит. Как и посетителей, которых все же дождется. Лишь бы скорее. Илья Барабанов, Максим Сушанов. Новости города. Во дворах Дзержинского района ведется комплексное благоустройство. Сегодня там стартовал пилотный проект с веселым и даже весьма себе киношным названием. Помните бриллиантовую руку и строгую Варвару Плющ? Не знаю, как в Лондоне не была. Может, там собака друг человека, а у нас управдом друг человека. Марина Смарагнова теперь точно знает. Он действительно может быть другом. Качель с оригинальной картинкой управдом друг человека, хоть и отсылает к знаменитому фильму, здесь, в Брагино, однозначно утверждает. Это пилотный проект коммунальщиков. Таких аттракционов будет несколько. Мэр города и глава администрации поставили нам определенную задачу всеми силами и доступными способами сохранить те детские городки, которые мы имеем в районе. Во дворе на Труфаново-3 буквально спасли детский городок, заменив 14 несущих конструкций. Сейчас последние штрихи – покраска. В планах распространить опыт на весь район. Адреса приложения сил уже подсказывают жители и активисты ТОСов. Если взять соседний двор, и там большие дома Дзержинского 59, 57, 61Б. Там уже старые площадки, требуется ремонт качели, замена карусели, ремонт горки. Жители жалуются, что во многих дворах нет лавочек и взрослым негде присесть, чтобы наблюдать за гуляющими чадами. Здесь они в наличии. Площадка на Труфаново – единственная, обнесенная забором в микрорайоне. Еще одна особенность – информация о том, как вести себя на территории, предназначенной детям. Здесь идет комплексные работы. Здесь ремонт и покраска мафов. Здесь ремонт и покраска входных групп, входных дверей. Здесь оригинальное решение управдом применил для закрытия продухов в подвальные окна. В одном из домов на улице Труфаново проживал полный кавалер Ордена Славы Николай Ильич Гуфаилов. Отчасти благоустройство продолжения работ в рамках акции «Года памяти и славы». Во дворе на Пионерской управдом также позаботился о детской площадке. Однако, жалуются коммунальщики, местные жители имеют своеобразное представление о досуге. Игровой инвентарь здесь ломается особенно часто. Пионерская 1 прославилась еще одним казусом. Здесь лужу засыпали битым кирпичом. Управдом не только увез мусор, но и засыпал большинство ям на дорогах. Данный двор у нас подал заявку в программу «Решаем вместе». И очень рассчитываем, что уже на следующий год мы здесь будем наблюдать и новый асфальт, и освещение. Ну и, соответственно, двор заиграет новыми красками. А пока комплексное благоустройство ведется и здесь. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Благоустройство города – залог комфортной жизни. Все больше ярославцев эту идею не только поддерживают, но и помогают с реализацией. В областном центре проходят несколько программ по приведению в порядок территории, от ремонта дворов до реконструкции общественных площадок. И малую лепту вносят активные горожане. Лидеры ТОСов, территориального общественного самоуправления украшают придомовое пространство. Активистов поддерживают городские власти. О важности плодотворного партнерства в своем отчете депутатом муниципалитета рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. Один из ярких примеров сотрудничества города и жителей пейзаж на стене Брагинского дома. Ярославцы также принимают активное участие в обсуждении проектов будущего. Очень, конечно, понравилось нам, что будет благоустраиваться парк в Заволжском районе, вот недалеко от рынка. Участвовали в обсуждении этого проекта, очень понравился. Если он действительно реализуется в таком виде, как нам его показали, это будет просто прекрасно. Контракт завершен, пришло время прощаться. У Ярославича минус волейболист. Подробности через секунду. Жилой квартал Клеверпарк. Классические и европланировки из большой кухни-гостиной и отдельными спальнями. Ключи от второй очереди уже летом. Звоните 458-900. Итак, Ярославич покинул Владислав Желтов. Волейболист, пришедший из молодежной команды, в прошлом сезоне набрал 59% реализации в атаке. Завил 13 эйсов, поставил 29 блоков и заработал 129 очков желтов. Покинул команду по истечении контракта. И, как всегда, после спорта время Ярославской истории, слово автору Сергею Муравьеву. Протезное предприятие предлагает диагностику стопы и стельки индивидуального изготовления. В салонах-магазинах предприятия можно приобрести ортопедическую обувь, протезы грудных желез, с белье, купальники, бандажи и корсеты. Справки по телефону 48-04-60. В январе 1913 года Василий Кузнецов становится единственным владельцем торгового дома наследники Василия Яковлевича Кузнецова и торговой марки «Гебельфор». За 16 лет деятельности фабрика по уровню технического оснащения и квалификации специалистов оставила далеко позади всех ярославских конкурентов. Достаточно сказать, что на фабрике трудилась треть всех рабочих, занятых в кондитерском производстве Ярославля. Хозяин предприятия огромное значение придавал рекламе, которую размещали на обертках конфет и красочных коробках с печеньем, халвой и пастилой. Но что интересно, каждая обертка несла в себе не только рекламную, но также образовательную, просветительскую и развлекательную информацию. Например, с внутренней стороны бумажки печатали тексты русских народных песен. Многие ярославские гимназистки наклеивали эти обертки в тетрадки, составляя таким образом некое подобие песенников. В ассортименте кузнецовской фабрики значилось более трехсот наименований продукции, которые никогда не повторялись. Существовали целые серии, например, юбилейные даты важных исторических событий. Тут и Куликовская битва, и война 1812 года, и трехсотлетие дома Романовых. После русской и японской войны 1905-го появились конфеты с названиями цесаревича «Крейсер Паллада». Это название кораблей, получивших пробоины в морских боях с японцами. Вот интересная этикетка. В начале Первой мировой войны шла активная борьба с употреблением алкоголя. Кузнецов тут же начал выпуск карамели в обертках с надписью «Я не в силах больше пить». В это же время появляются конфеты генерал Брусилов, герои славянской войны и другие, с не менее патриотическими названиями. За свои труды на благо города и горожан Василий Платонович, кроме дарованного ему звания почетного гражданина Ярославля, был награжден орденами Святой Анны и Станислава двух степеней. После Октябрьской революции Кузнецов продолжил заниматься своим любимым делом, вплоть до июля 1918 года. О том, что за помощь мятежникам ему грозит расстрел, хозяину поведал простой фабричный рабочий. Не дожидаясь ареста, Василий Кузнецов покинул город и несколько лет скрывался в нерехте. А 1 сентября 1919 года фабрика, магазины и другие предприятия товарищества были национализированы. С 1926-го началась уже новая история. История кондитерской фабрики «Путь к социализму». Это все, что я успеваю вам рассказать. Впереди реклама и прогноз погоды. На юге Восточной Сибири сильные дожди днем, а ночью заморозки. Синоптики обещают местным до минус двух. Непогода, сплошной сюрприз. Удивимся ли мы? Ответ через минуту. Хотя, если честно, не хотелось бы. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах городского телеканала, во Вконтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание, хорошего вечера. И не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра в это же время. Следите за новостями вместе с нами. И пусть будет больше все-таки приятных. Встретимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!